Приветствую на канале Виски Тайм и у меня снова один из тех образцов, которые я давно-давно хотел попробовать. А именно Smokehead High Voltage. Сразу обратите внимание, какая прикольная, дерзко оформленная туба. Металлическая такая, под пошарпанное золото. Он у меня уже постоял. Я сначала думал, когда бутылочка еще была более целая, записать. Но решил подождать, так как где-то почитал, что он меняет вкус, как любой хороший виски. Итак, Smokehead High Voltage. Это первый Smokehead, который я пробую. И я решил, как говорится, начать с тяжелой артиллерии. Почему тяжелой? Потому что это бочковая крепость, 58 градусов. Виски односолодовый, без холодной фильтрации и натурального цвета, что прикольно. Кстати, бутылка тоже, ну, собственно, обычная, прикольная тем, что она немножко задымлена. Тут, кстати, тоже череп на пробке. Виски производятся и МакЛеот, без указания возраста. Это вискарь, потому что это такая у них политика. У именно этого продукта Smokehead они не указывают возраст. Значит, ходят слухи, откуда берут спирты для Smokehead. Вроде бы это дистиллерия Лагавулин, а вроде бы и Кауила. Но достоверно никто об этом не знает, потому что такой маркетинговый ход у Smokehead, чтобы сохранить секретность, да, и такая тайна, чтобы привлекать к себе внимание. Естественно, он ориентирован на более молодую аудиторию. Как где-то говорят и пишут, мол, такой вискарь я на стол не поставлю, потому что тут череп, вроде как бы это, знаете, для кого-то будет неприемлемо. Собственно, мне особо эта роль и не играет. Мне даже так интересно это все оформление. Подобных виски я еще не видел. По, как говорится, по внешнему виду. Так вот, немного о первом впечатлении. Когда я его открыл, аромат, естественно, он сейчас распространяется. Он довольно дымный, довольно торфяной, весистый такой. И первое впечатление, это такая хорошая волна дыма и торфа была во вкусе. Естественно, и крепость. Вот теперь он постоял, подышал. И да, он изменился. Сейчас я более точно вам об этом расскажу. Более подробно. У виски такая неплохая маслянистость. Аромат тяжелый. Но я бы не сказал, что вот эти 58 градусов режут нос. Я спокойно могу его туда окунуть, спокойно вдохнуть. Мне нигде особо не пощипывает. И можно спокойно наслаждаться его ароматом. Он сладкий, он торфяной, он дымный. Копченый, такой плотный. Может быть немного минеральный. Дальше это бочка. Дальше это может быть медок. И такая легкая морская тема. А вот теперь удар торфа и черного перца. Вот эта перечность поначалу, когда первый раз я его открыл, не столь было выразительно. Ее можно как бы перепутать или сказать, что это и градус, и перечность. Возможно, это одно и то же и есть. Но это четко ощущается. Такая же плотная огненная торфяная волна. Зола. Деготь. Может даже как это? Машинное масло. Это очень хорошо чувствуется на языке. Он немеет. Где-то там на сайте, официальном сайте было сказано, что ваш род придет в шок. И когда он немножко отойдет, вы начнете разбирать. Да, похоже. Это похоже на то. Это классное ощущение. Это здорово. Напор градусов 58 чувствуется хорошо, но он не отпугивает. Он подчеркивает вот эту всю вкусоароматику. Достоверно непонятно, сколько он выдерживался. Ну, похоже, там виски где-то 8-10 лет выдержка. Дальше во рту приятная сухость, копченые такие мотивы. Все, как мы любим в островных виски. Где-то резина, где-то гудрон. Но скорее, знаете, от костра. Вот четкое ощущение у меня остается в послевкусии. Оно долгое. Это такая зола, это терпкость такая, танины и обугленная деревяшка. Оправдывает свое название, на мой взгляд, смокхед, дымная голова. Как же его принято нюхать. Потрясный сингл-молд. Дерзкий, сильный, крепкий и насыщенный. Действительно, очень интересный представитель дымных виски. Со своим профилем, со своим настроением, со своим черным, или какой тут, а, белый череп. Хотелось бы, конечно, дальше продолжить знакомство с этим смокхедом. Если получится, я бы хотел попробовать оригинальный, кажется, он, по-моему, 40 или 43 градуса. Ну, если получится, найду. С этим у меня возникли некоторые сложности в поиске. Не везде его можно найти и не везде на него приемлемая цена. Это вы же сами сможете посмотреть, потому что актуальность цен проверяется, как говорится, на момент интереса. Еще раз. Пьется он достаточно легко. Это вот, наверное, тот случай, когда долго не виделись с другом и хотите так славно посидеть. Но будьте осторожны. Все-таки градус высокий. Виски плотные, виски жгучие, виски торфяной. Что ж, можно подвести итоги. За оформление вообще ему, наверное, 2 балла накину. Прикольный такой вообще. В целом. И на подарок зайдет. Подписывает рок-н-ролльный виски частенько, я видел. Так вот, по аромату, по ароматам я бы поставил восьмерочку. По вкусу тоже 8. И послевкусие у него достаточно длинное, ощутимое. Здесь вообще хорошо согревает. И хорошо, что вот эта вот перечность, которая, либо градус высокий, она, вы ее прочувствуете, и она отходит, действительно, такой волной. С вами остается, опять же, вот это настроение костровое такое. Классный, классный вискарь. Твердая такая восьмерка из 10. За все. Подписывайтесь на канал Виски Тайм. Ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно пишите свои ощущения, если кто пробовал этот виски. Или, может, вы посоветуете Рам Райот или что-то из серии Смоук Хэт. Пишите обязательно. До встречи. О, ой.